Идея превратить хобби в любимую работу не всегда плоха. Рядом с нами иногда буквально по соседству живут и работают уникальные люди, творцы и созидатели. Наш следующий репортаж как раз об одном таком человеке, жителе села Чапаевское, Джошари Курджиеве. Хоть он и не является автором больших научных трудов, тем не менее сумел добиться весьма впечатляющих результатов в селекционном садоводстве. Ахмат Халкевич продолжит тему. Садоводческая стезя Дешара, как он сам признается, обманила его с самых юных лет. Но к любимому делу он все же пришел не сразу. После срочной воинской службы будущий последователь Мичури на некоторое время проработал в рыболовстве на Чукотке. После тоже были годы в различных сферах деятельности. Ну а селекционное садоводство нашего героя окончательно затянуло в конце 80-х. В течение более трех десятков лет Дешар Ахматович вывел 13 разновидностей яблони – 5 сортов груши, 3 вида черешни, а также персика два сорта и абрикоса столько же. Яблони у Курджиева имеются как летние, осенние, так и зимние. Ну а плодоносить саженцы начинают уже на третий год. Мы в Верхней Тиберде купили участок и решили посадить там яблоневый сад. Сладкий, кисло-сладкий, ранний сорт, осенний сорт, ну всякие. Здесь выбор очень богатый, очень хороший. Корневища тоже как бы есть хорошие. Мы получаем здесь хорошую консультацию, что сейчас очень редко встречается, где как посадить дерево, как за ним ухаживать, на сколько метров расстояние друг от друга. Ну в общем всю изначальную информацию мы получили здесь. Сейчас Дешар активно занимается окулировкой косточковых. Недавно успешно завершилась селекция особого вида персика. Новый сорт по праву можно назвать гордостью Курджиева. Эти саженцы начинают плодоносить при росте от 30 сантиметров и уже после первого года. Это персик, золотой юбилей, а уже урожай дает. Некоторые удивляются, как это так. У нас все возможно. И при том без всяких этих подкормок. Мы никакую подкормку не даем. Сами прививаем из своих саженцев. А по двое мы покупаем, по двое корни покупаем. Я сейчас покажу, откуда мы делаем подвой, привой на персиковый подвой. Вот они родители. Вон, вон. Раз, два, три, четыре и там два. Пять, шесть маточников. Помимо косточковых и семечковых, у Яшара в хозяйстве хорошо развиваются также и дикорастущие лесные и ягодные культуры. Как делится сам селекционер-энтузиаст, в планах еще уйма интересных экспериментов. Ахмад Халкевичев, Ахмад Чудчаев, Виктория Карпенко, Вестикорожаево-Черкесия, Прикубанский район.